Здравствуйте, это компания Viva Telecom и сегодня у нас на обзоре будет еще одна двухдиапазонная автомобильная антенна в данном случае от компании Diamond Diamond MR77S она также оборудована или оконечена разъемом SMA-вилка на кабеле, соответственно предназначена для подключения напрямую к портативным антеннам если вы используете в салоне автомобиля портативную радиостанцию то вы можете подключить данную антенну непосредственно в антенный разъем, например, радиостанции YASU так как у них стоит SMA-розетка на прием передатчике поэтому вот для этого она предназначена мы сейчас посмотрим ее конструкцию и сравним тогда с Комитом M24S обзор недавно мы на нее делали очень антенки похожи и подлиннее по конструктиву посмотрим, какая из них лучше ну, кто-то явно позаимствовал дизайн, да у... кто-то у кого-то я думаю, что все-таки Diamond должна была быть первой Комит, скорее всего, повторили ну, это посмотрим сейчас по качеству, как они себя проявят поэтому посмотрим, кто из них будет победитель все, начинаем тогда с конструкции смотрим, как Diamond именно сделан так, поставляется антенна вот в такой фирменной упаковке у Diamond всегда такие цвета используются по характеристикам смотрите, антенна в верхнем диапазоне 3,4 dBi указывает производитель усиления полметра длина общая так и есть, в принципе, потому что я вижу, что они по длине идентичны и Комит мы измеряли масса 400 грамм у нее 70 ватт максимальная подводимая мощность и СМА-вилка стоит на кабеле то есть антенна чуть полегче давайте я вам покажу конструктив это Комит, это Diamond магнит здесь не глянцевый и по диаметру он поменьше так, поменьше 60 64 мм получается диаметр магнита но у антенны парусность небольшая тем более, что она полегче поэтому я думаю, с этим проблем не будет идет тоже штырь съемный крепление такое же типа болт у нее но здесь вот идет еще гровер, да, он называется для того, чтобы антенна самопроизвольно не раскручивалась у вас и обратите внимание, что здесь идет отверстие под шестигранник для того, чтобы штырь можно было изъять у Комита он запрессован вот в этот конус и несъемный внизу на магните также наклеена токопроводящая пленка для защиты ЛКП но и для лучшего контакта с кузовом с корпусом автомобиля по поводу кабеля кабеля здесь идет меньше 4 метра у Комита, напоминаю, мы измеряли около 5 метров кабель идет RG58CU то есть он должен быть многожильный и оплетка должна быть медная но мы разбирать не будем так как уже запаян разъемчик СМА, вилка на кабеле поэтому в принципе доверимся производителю давайте сейчас я тогда длину кабеля измерю и снимем графики тогда по поводу штырей оконечиваются они вот у Комита круглая круглый наконечник здесь такой цилиндрический у Даймонда ну и по конструктиву они в принципе похожи здесь у Даймонда защита от перегиба чуть побольше чем у Комита но я думаю тоже когда вы поставите на кузов автомобиля здесь она в этом месте сильно двигаться не будет поэтому тут тоже это особо не важно главное сейчас снимем тогда характеристики посмотрим по весу кстати антенна намного легче чем Комит 382 грамма она весит всего лишь так смотрим ксв антенны Даймонд МР-77С в нижнем диапазоне частот здесь антенна Комиту проиграла там была почти единичка то есть 1,09 был насколько я помню здесь у нас значение 1,43 и на 42 мегагерца на 142 в смысле она минимально настроена на любительском диапазоне 144 и 5 например ну тут примерно так же потому что пологая полтора 33 ома сопротивления то есть минимальная все таки у нее вот здесь на 142 1,43 44 ома сопротивления в нижнем диапазоне она похуже Комита смотрим теперь верхний так смотрите верхний диапазон 400 470 здесь наоборот выигрывает Даймонд обратите внимание почти к единичке приближается ксв и он как раз где-то на 400 ну на 431 все таки минимальное значение вот 1,09 и 48,8 ома сопротивления то есть поменялись внизу лучше Комит вверху лучше Даймонд и фактически значение даже такое же 1,09 я график по Комиту тоже приведу и я приведу кстати ссылку на антенны там в обзор мы добавим подробный график большой полноэкранный с данного анализатора там можно будет получше рассмотреть ну вот так вот то есть Даймонд лучше настроен вверх именно так ну что давайте тогда будем заканчивать с обзором антенны Даймонд MR77S забавно конечно получилось что хотя и конструктив одинаков но антенны настроены по разному то есть Даймонд работает лучше в верхнем диапазоне частот Комит работает лучше в нижнем диапазоне поэтому если вы хотите использовать данный комплект радиостанции и антенна в городе то лучше использовать антенну Даймонд если вы хотите использовать ее на открытой местности либо на трассе где-то то лучше использовать антенну Комит потому что по конструктиву они фактически одинаковые и по стоимости на данный момент Комит даже чуть дороже чем Даймонд стоит поэтому ну как бы я считаю что бренд Даймонд все-таки по солиде и стоит обычно подороже их продукция но все у кого вопросы есть кстати кто тоже длительно уже использует данную антенну от Даймонда напишите в комментариях как она себя ведет тоже будет интересно как она себя проявляет с течением длительной эксплуатации у кого вопросы задавайте в комментариях на этом на сегодня тогда закончим ссылки на антенны будут под видео на ту и на другую и на обзор коммента тоже я добавлю ссылку в описании видео на отдельный ролик это Viva Telecom всего вам доброго до свидания